Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Берзляк. Задание 450. Высоты МЕ и НФ треугольника МКН пересекаются в точке О. ОМ равно ОН. МФ равно КЕ. Докажите, что треугольник МКН равносторонний. Итак, возьмем треугольник МКН. И в нем проведем высоты МЕ и НФ. Запишем давайте это. МЕ и НФ высоты. Так, они пересекаются в точке О. Обозначим О. Причем ОМ равно ОН. Вот ОМ и ОН. А также МФ равно КЕ. МФ и КЕ. И нам нужно доказать, что треугольник МКН равносторонний. То есть нам нужно доказать, что МК равно КН и равно МН. Первое. Рассмотрим пару треугольников МФО и треугольник ОЕН. Оба эти треугольники прямоугольные, потому что НФ – это высота, МЕ – это высота, два прямоугольных треугольника. И в них, в этих треугольниках, мы имеем равные гипотенузы. МО – это гипотенуза первого треугольника. И ОН – это гипотенуза второго треугольника. Эти стороны лежат напротив прямых углов в прямоугольных треугольниках. И есть у нас еще вот эти два уголочка вертикальных, угол 1 и угол 2. Угол 1 и угол 2. Они вертикальны, поэтому они равны. Тогда выполняется признак равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе и острому углу. Значит, треугольники равны. А из равенства треугольников следует равенство их катетов, лежащих напротив равных острых углов. Напротив угла 1 лежит катет МФ. Напротив угла 2 лежит катет ЕН. И, значит, эти катеты равны. И вот так мы можем тоже двумя черточками показать. Что же у нас получается? У нас получается, что МФ равно КЕ и МФ равно ЕН. Значит, получается, что КЕ равно ЕН. Но тогда получается, что МЕ – это медиана. И высота в треугольнике МКН. То тогда треугольник МКН равнобедренный, потому что имеет место признак равнобедренного треугольника. Причем в нем КН – это его основание, потому что МЕ – это медиана и высота, проведенная к этой стороне. А, следовательно, стороны МК и КН – МН, МН. Это боковые стороны, и они равны. Теперь мы рассмотрим пару других треугольников, а именно рассмотрим треугольник МФН и треугольник МЕН. Это тоже два прямоугольных треугольника. В них угол Ф и угол Е прямые. И в этих треугольниках мы доказали, что МФ равно ЕН. Это катеты в этих треугольниках. И в каждом из этих треугольников присутствует отрезок МН, и это будет гипотенуза. МН лежит напротив прямого угла Ф, и во втором треугольнике МН лежит напротив прямого угла Е, значит, это гипотенуза, и она у них общая. Таким образом, мы можем сказать, что катеты гипотенузы одного треугольника, соответственно, равны катету гипотенузы второго треугольника, значит, эти треугольники МФН и МЕН тоже равны. по катету и гипотенузе. Из равенства треугольников следует равенство соответственных углов. А это углы. Угол ФМН или КМН. И он равен углу ЕНМ или КНМ. Вот эти углы равны. Но тогда отсюда следует... Ведь это же углы КМН и КНМ. Это углы треугольника. Треугольника МКН значит... Следовательно, треугольник МКН равнобедренный, потому что в нем два равных угла. И тогда в этом треугольнике, раз это углы КМН и КНМ, значит, это равны углы. А следовательно, напротив этих равных углов лежат равные стороны. То есть МК равно КН. Ну и теперь четвертое. Если мы вспомним вывод во втором пункте, мы показали, что МК равно МН. А в третьем пункте мы показали, что МК равно КН. Значит, вот так мы можем продолжить это равенство. Но это как раз то, что и требовалось доказать. Все стороны треугольника равны. Значит, он равносторонний. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok